Вопрос как к социологу, действительно. Почему Путин боится толпы? Как считаете? Я думаю, что этот вопрос лучше задать психологу или даже психиатру. Мне кажется, что Путин боится толпы не из-за каких-то политических или социальных причин, а в силу просто своей, скажем так, довольно патологической структуры личности, болезненной структуры личности. Путин, понятно, что те действия, которые он совершает, особенно в последние годы, их не мог бы совершить психологически и психически здоровый человек. Явные совершенно патологии, параноидальные деям овладевают, совершенно очевидно. Это видно и как на крупном, так и на маленьком. То есть, если взять крупные какие-то вещи, сама вот эта антиукраинская уже десятилетняя, с 2014 как минимум года, такая сначала ползучая, а потом откровенная война, вторжение. Она носит явно, причины ее носит явно патологический характер. С точки зрения какой-то рациональности Путину это всего не нужно было. Те люди, которые говорят, что вот Путин таким образом скрывает свою коррупцию, продлевает свою власть, это полная чепуха. Например, к моменту широкомасштабного вторжения 22-го года у него все было абсолютно тихо и слажено. В государстве он пролонгировал очередную возможность бесконечно сидеть на троне, оппозиция полностью задавлена, кто в тюрьме, кто в эмиграции, кто убит. Население, судя по соцзапросам, судя по любым контент-анализам соцсетей, да судя по чему угодно, в подавляющем большинстве покорно. То есть, не было у него никаких причин объективно, как-то пишут, скрыть войной свою коррупцию. Да никому эта коррупция его не интересовала. Ну, посмотрели этот фильм Навального о его дворцах. Народ посмотрел, а потом сказал, ну а что, царь имеет право. То есть, эти действия, широкомасштабная агрессия, она носила ее причины, чисто параноидальный характер. У него есть сверценные идеи, бредовые. Главное из них – это войти в историю, как вот такой возродитель Российской империи. Войти в историю, как великий государь. Что-то по типу Петра Первого или Екатерины Второй в юбке. И для этого, конечно, ему нужно было воссоединить, как он считает, а в действительности захватить, аннексировать Украину, потому что без этого какой же великий российский государь, какое же восстановление империи. Без такого алмаза в короне Российской империи, какой была у Романовых, например, Украина. Слушайте, а как вы считаете, почему он отменил акцию эту победобесную, бессмертный полк? Он что боится, что на него кто-то уронит в портрете дедушки Сталина, что ли? Тут могут быть две причины. Первая причина. Он, видимо, побоялся, что многие люди выйдут с портретами, с фотографиями убитых на войне оккупантов, российских. То есть, российских солдат и офицеров, убитых на нынешней войне. Потому что, если бы такое движение началось стихийно, проконтролировать невозможно, кто какую фотографию принесет, то этих бы убитых оккупантов было бы на фотографиях гораздо больше, чем фотографии ветеранов Второй мировой войны. И это бы продемонстрировало и как населению России, так и всему миру, какое огромное количество уже российских головорезов сложило в Украине свои головы. А вторая причина, возможно, еще он же, я же не договорил, почему он боится толпы. Он же еще к тому же, скажем так, в мелочах, его параноидальный характер, его параноидальный бредовый день тоже сказывается. Потому что он патологический трус. Он боится толпы в том числе, потому что он патологический трус. Мы знаем, что за ним ходит человек, адъютант с чемоданом, когда он где-то гастролирует и собирает, как за такой какой-то блудливой собачкой собирает хозяин фекалий. Его также примерно за Путиным его адъютанты собирают. И это абсолютная паранойя, весь мир над этим смеется. Все западные таблоиды и серьезные издания давно уже об этом написали, но Путин не останавливается. Он не может преодолеть свою паранойю. Также и с этим, с шествием победного полка, или как он там называется, победа бесного полка, то же самое могло быть. Он тоже мог бояться, что какие-то дроны, может быть, украинские врежутся в толпу. И это тоже не будет не очень смотреться, что они не могут обеспечить безопасность даже своим победобесным шествием. А чего больше всего, как вы считаете, боится Владимир Путин? Он больше всего боится за свою жизнь. Я в этом абсолютно убежден. И это следует из его действий иррациональных. Он больше всего боится за свою жизнь. И это, может быть, его и толкает постоянно, скажем так, это не дает ему отступать. Он боится, как вот именно такой параноик, да еще с бэкграундом петербургской подворотни. Он боится, что если он отступит в чем-то, он таким образом проявит свою слабость. Как он сам говорил, что если бить надо всегда первым, если драка неизбежна. И он сам говорил тоже, что про Мишку, которого, если он проявит слабость, у него отпилят зубы и повесят в виде шкуры на стену. Примерно так. Вот он проговаривал свои страхи, что если он отступит, проявит слабость, то его сразу же враги на него набросятся и, соответственно, его уничтожат. А как вы считаете, чего сейчас больше всего боятся россияне? Ну, во всяком случае, большинство россиян. Да я бы не сказал, что в России какие-то сейчас массовые страхи. Вот, наверное, скорее всего, наверное, новые волны мобилизации. То есть, вот когда была мобилизация, вот в 22-м году осенью, реально поднялась, скажем, тревожность в обществе, какие-то панические даже настроения, их даже официальные социологи зафиксировали резкий рост. То есть, они, наверное, не наверное, а точно боятся, конечно, мобилизации, что мобилизации ударят непосредственно по их семьям, потому что российское общество страшно социально атомизировано. И людям, например, на судьбу тех, кого уже забрали, кроме их близких родственников, остальным абсолютно наплевать. Но все трясутся за свои шкуры и боятся, конечно, что будет мобилизация, постучит военком. И из тёплого диванчика, где они болеют за наших по телевизору, им придётся выходить в наступление или в контрнаступление, неважно во что, в украинских степях. Вот если коротко, быть может, вы знаете, сколько приблизительно хотя бы процентов россиян сейчас выступают исключительно против войны, которую ведёт Путин в отношении Украины? Да, ну это, конечно, точные данные сказать невозможно. Почему? Потому что соцопросы не полностью или в большей степени нерелевантны. Почему? Потому что многие люди боятся говорить правду, боятся говорить сиологам правду, и это является одной из главных причин, в том числе и отказа отвечать на какие-то острые вопросы. И причём это влияет таким образом, что те, кто за власть целиком и полностью, они даже охотнее, чем прежде, дают интервью социологам, отвечают на социологические анкеты, потому что они тем самым как бы демонстрируют с гордостью свою лояльность, как они поддерживают власть. А те, кто против власти, они, многие из них, боятся этого делать, и по естественным, понятным причинам. Они не доверяют социологам, они предполагают, что эти персональные данные могут уйти в какие-нибудь спецслужбы и так далее, и так далее. Поэтому данные как-то это всё равно, что называется, выборка так скошена в пользу лоялистов, но даже при этом около 15% плюс-минус выступают против войны, что называется, с открытым забралом, то есть не боятся. А вот мне всегда интересовал этот вопрос, особенно сейчас, последние два слишком уже года этих крупномасштабных военных действий. Всё-таки в России возможен мятеж? Всё-таки в России возможна какая-то революция? И какое количество в процентном соотношении населения российского это всё может поддержать? И при каких обстоятельствах это может случиться? Да. Я сразу скажу, что какая-то народная революция, восстание масс, как писал Артегий Гассет, в России современной невозможно. Невозможно по двум причинам. Работают инструменты насилия очень чётко, и чуть-то высунешься сразу дубинкой по голове, получишь. Это первое. Второе. Работает пропагандистская машина, инструменты пропаганды. Это тоже вполне эффективно. Но в России, возможно, другая ситуация. В России, возможно, и более традиционный для неё некий верхушечный переворот. Этого я не исключаю. Это может произойти вообще в любой момент. Мы просто не знаем, как он готовится. Если народная революция нас зреет обычно как-то достаточно долго, или, по крайней мере, причины её очевидные, внешние проявления тоже заранее уже видны, то верхушечный заговор, конечно, никто, кроме его участников, не знает о его существовании, поэтому он и верхушечный заговор. Такой заговор может быть. Кого больше всего вы считаете необходимо опасаться Путину? Патрушева, Бортникова, Шойгу, не знаю кого там, Кадырова, кого угодно. Кого больше всего необходимо опасаться Путину сейчас? Да. Знаете, такого человека, как Пригожин, которого действительно Путину было необходимо опасаться, и которого он проворонил. Просто проворонил до такой степени, что поставил свой режим на грань краха. Ему просто посчастливилось, что Пригожий сдуру остановился. Знал бы он, что его ждет. Мог бы догадаться, кстати. И остановился буквально на подступах к Москве. И только поэтому путинский режим устоял. Потому, что иначе был бы кровавый бардак в центре столицы. И это бы Путин и его режим бы это не пережили, конечно. Такой яркой фигуры, конечно, нет сейчас. Настоящих буйных мало, как Высоцкий пел. Настоящих буйных не видно. Но есть не менее опасная сила. Это не конкретно какой-нибудь Бортников или Шойгу. Это некая коллективная бюрократия. Коллективная номенклатура российская. Действия Путина объективно уже давно расходятся с социальными, условно говоря, классовыми интересами российской верхушки. Потому, что российская верхушка что привыкла делать? Годами, десятилетиями. Начиная с 91-го года уж точно. Это воровать в России, а тратить на Западе. На Западе фактически жить на два дома. Как мне говорил лично один олигарх российский, он и сейчас продолжает быть олигархом, давным-давно, что я в России только зарабатываю. Ну, зарабатываю мы, конечно, кавычки ставим. А все родственники, все возможности у меня на Западе. То есть, это была нормальная их жизнь. Нормальная жизнь, причем не только олигархов, но и бюрократов, и даже силовиков. Вот сейчас арестован замминистра обороны по строительству Иванов. Вот он тоже так жил, например. Мы импортимы там. Да. А теперь у них как бы Путин им сломал вот эту всю схему жизни их. Понимаете, сколько бы они сейчас не зарабатывали, зарабатывают, они продолжают зарабатывать много. Но люди же зарабатывают для того, чтобы тратить свое удовольствие. Трать свое удовольствие так, как они раньше это делали, то есть, на Западе. Отдыхая там, лечаясь, тратя там деньги на инвестиции, что тоже немаловажно. У всех практически есть недвижимость. В Европе многих и бизнесы. Детей там обучая и так далее, и так далее. Вот все это они теперь лишены. Лишены. И жизнь уже совсем не такая стала красивая, как и раньше. Потому что, когда ты торчишь в Урюпинске или там где-то даже в Москве, будь у тебя доходить миллиард долларов, это все-таки не то. И как ты можешь ездить по всему миру? У тебя дом в Лондоне, там где-нибудь в Каннах дом, яхта еще где-то стоит. И ты всю жизнь, весь год курсируешь там между своими объектами своей недвижимости. Вот это всего они лишены. Я думаю, они это Путину не простят. Кроме этого, они лишены еще и спокойной жизни. Почему? Потому что Путин этой войной вогнал всю номенклатуру в стресс. Он их заставляет все время крутиться и что-то там придумывать, как дальше воевать, как дальше поддерживать на плавовую экономику в условиях санкций. Это им тоже все не нравится. Поэтому их интересы вошли в противоречие с Путиным. И выходом этого, как я уже сказал, может быть некий верхушечный сговор, некий заговор по типу того, когда снимали Хрущеву, например, или когда арестовали и убили Берию или расстреляли, не знаю, еще более глубокие времена, если копнуть, Павла Первого, когда убили. То есть, это заговор самой верхушки, самого окружения Путина против Путина, который стал для них токсичен.